Приехали мы в 2016 году. Всю свою жизнь работал в мобильной связи в Nokia, Huawei. Проходил повышение периодической квалификации в Финляндии. Сюда приехал, работал техником на заводе по инфраструктуре компьютерных сетей. Потом перешел в тестирование оборудования CISCO здесь в Сакраменто. Тестирование оборудования из себя представляло полностью стирание всего, что было, то есть удаляется полностью операционная система, чистится память, все убирается и устанавливается заново и отправляется заказчику. Тестирование делали техники-лаборанты, которые работали по бумажке, то есть им дают инструкцию, они по бумажке вводят одну команду, вторую, третью, пока все не установят, потом делают логи, складывают это все на сервер и оборудование отправляется заказчику. На момент, когда я туда пришел, все полностью делали вручную, то есть автоматически это не было реализовано. Я предложил использовать Python в качестве автоматизации, инструмента для автоматизации, разработал инфраструктуру сети для лаборатории для того, чтобы внедрить эту автоматизацию и предложил это своему куратору в ЦИСКО. Мне это одобрили, и это был мой проект, которым я занимался. У меня образование телекоммуникации, программирование мы не учили, нам давали Pascal в течение одного года, который я, наверное, забыл полностью. И единственное, что мы учили, мы учили с УБД, ну это система управления базами данных, то есть нам давали Oracle. Все, больше ничего из программирования в универенном не давали. А программированием я начал заниматься здесь, на моем последнем месте работы, я туда пришел в сентябре восемнадцатого года. И я самостоятельно изучил Python и самостоятельно начал этим заниматься. Там я написал свои первые скрипты по автоматизации тестирования этого оборудования. Они работали, это понравилось ЦИСКО, это все внедрили и после этого предложили написать проект по разработке приложения, которое бы работало как веб-интерфейс. Веб-интерфейс разрабатывался и в Нидерландах на PHP, а я занимался разработкой именно API для тестирования на Python. Первую работу я искал в сетях, я подготовился и сдал экзамены по CCNA, цирсковские сертификаты. Это был для меня самый простой путь на тот момент. Я сдал несколько сертификатов, получил ЦИСКО и искал работу в сетях. Так я нашел работу техником в Беркли на заводе по коммутационному оборудованию. Собеседование было техническое, то есть я материал знал, поэтому для меня это было несложно. Я понимал, что даже в сетях все уходит в программирование и переходит в облака. Я начал, там на заводе была масса свободного времени, потому что если сеть работать, то сисадмину делать нечего. Я сидел и изучал Python на работе. А потом начал искать работу, в которой бы был по крайней мере какой-то вариант переключиться либо на автоматизацию, либо на программирование. Таким вариантом стал здесь компания Телеплан, которая занималась тестированием оборудования для ЦИСКО. На тот момент они тестировали на фреймворке, который был написан на СИ. Меня брали изначально на ручное тестирование, но был вариант перейти туда на автоматизацию. Я освоил фреймворк на СИ тоже. Мне понадобилось две недели и занимался разработкой тестирования оборудования нового поколения на ЦИСКО, который на заводе в принципе никто не знал, а я с этим оборудованием до этого работал. И я писал на их фреймворке, который был на СИ, писал код для тестирования этого оборудования. Изначально я этот курс нашел для своей супруги. Записал ее на курс, чтобы она попробовала QA. И на курсе был очень интересный человек, преподаватель по Java, Сергей. И я записался на курс именно ради Java, ради того, чтобы с Сергеем поучаствовать в проекте на Java. В результате мы написали этот проект. Проект был очень интересный. И как результат я получил огромный опыт по Java и смог найти работу Java-разработчиком. Сергей ставил задачу, которую нужно было реализовать. Я искал пути решения этой задачи. Я эту задачу решал и отправлял Сергею на согласование. Сергей проверял, говорил, что не так, что можно улучшить, что можно переделать. Я переделывал и опять же отправлял Сергею на ревью. Задачи были сложные. И то, что мне понравилось, мы не делали это сразу на Spring. То есть мы делали сразу с АЗОВ. То есть это писался Singleton и с доступом на JDBC. И только потом это все переписывалось и переделывалось в Hibernate и Spring. Сергей не занимался со мной тестированием. Сергей занимался со мной именно разработкой. Мы разрабатывали backend. Это был REST API, написанный на Java с использованием Spring Boot и Hibernate. Я в основном работал с Сергеем. Я могу сказать, что Сергей блестящий преподаватель, отличный ментор. Он понимает, что человеку нужно. Он может подсказать, может рассказать. Меня устраивал тот темп, в котором мы работали. И меня устраивал именно тот образ преподавания, с которым у нас был Сергей. То есть по большей части Сергей не преподавал, Сергей указывал на ошибки и рассказывал, как код сделать лучше, как код оптимизировать, как код сделать красивее. Я тратил, наверное, часы 3-4 дома. И у меня было свободное время на работе, порядка 4-5 часов каждый день. Я закончил этот проект практически полностью. Там оставались мелочи. И я просмотрел курс на Udemy по Spring и Hibernate. По окончании этого курса я начал искать работу. Единственного курса на Udemy для того, чтобы найти работу, недостаточно практики. Это первое. Второе. Нужно показать какое-то портфолио людям и рассказать, чем ты занимался. То, что пишется на Udemy, это попса просто и неинтересно. До начала моей работы над проектом с Сергеем я знал основу Java и JDBC и основу SQL. На этом все. Я не знал тех фреймворков, которые требуются на рынке, и у меня не было с ними опыта. Без знания фреймворков, актуальных на рынке, найти работу Java-разработчиком практически нереально. Разные были собеседования. Процесс в разных компаниях проходил по-разному. Я за полтора месяца отправил больше 400 резюме. Было такое, что у меня в день было три собеседования подряд. На некоторых собеседованиях были задачки, на некоторых собеседованиях были только теоретические вопросы. Везде было по-разному. Ну, я бы сказал, 5-6 собеседований были достаточно интересные, на которых все прошло хорошо, гладко. Мне ответили, я не знаю почему, всегда выбирают из нескольких кандидатов. Может, были люди, которые были с более интересным и более интенсивным опытом. Я позиционировал себя как middle developer с тремя годами опыта работы. Я пробовал указывать меньше. Если пишешь меньше трех лет опыта работы, в принципе, даже не звонят. Нужно больше практики. Нужно писать проект и нужно практиковаться. Без практики пройти собеседование практически нереально, потому что задают те вопросы, которые можно знать ответы, только имея практический опыт. Я потратил около года от первой строчки в Ява до оффера. Я получил три оффера. Один в Беэре и два в Сакраменто. Сделал предпочтение одного, потому что предлагают полностью бесплатную страховку на семью. То есть я вообще ничего за страховку не плачу. И мне понравилась команда. На самом деле, как бы все рады. Я потратил год своей жизни на подготовку к этому. Поэтому я вложил очень много усилий в это. Я как бы добился своей цели. В результате я нашел работу Ява разработчиком. Я бы сказал, что сейчас тестирование больше все равно отходит от ручного и переходит в программирование. И даже если ищут тестировщика на ручную работу, все равно просят знать, как пишется код. Точно так же, как меня брали на ручное тестирование оборудования, а с меня просили знания Python хотя бы минимальные. Оно не было нужно, нет. Но меня просили написать код. То есть это была какая-то легкая задача. Написать код, который из массива выделяет четные числа. На интервью была одна задача. Нужно было написать permutations. То есть если у тебя есть массив, там букву ABC, нужно перебрать все варианты, которые могут быть из этих букв. На интервью эту задачу не решил, хоть однако Дворс до этого решал. Обучение, я если честно не принимал особого участия в QA и в обучении. Я больше занимался разработкой проекта с Сергеем, поэтому мне сложно сказать, как именно проходит обучение. Я знаю, что в QA 5 сейчас у моей жены отзывы очень хорошие. И ей нравится курс и нравится процесс. Сейчас она заново пытается пройти курс по JavaScript. Она проходит синтаксис. Старается каждый день решать 2-3 задачи на Кодворс. Сейчас пробует решать задачи уже на Яве. Взяла у меня учебник по OCA. Это начальный учебник по Яве. Читает этот учебник, смотрит курс и пробует делать задачки на Яве. Она начинала с нуля. Она не понимала вообще, что это. То есть она была просто пользователем компьютера. Она не имела никакого ни практического, ни теоретического опыта в IT в принципе. Сейчас я бы сказал, что это разница как небо и земля. Она знает и понимает многое. Она умеет в принципе делать автоматизацию уже на теперь. И я бы сказал, что ей можно пробовать искать работу, но она пока боится. Учится дальше. Мешает. Она считает, что у нее не получается пока с программированием, но она подтянет. Я думаю, что сама оценка занижена и она знает больше, чем думает. Но прибавится уверенности и пойдет искать работу. Для меня основы программирования начинаются с, так как нас учили в универе, с структуры. То есть с блоков. Когда ты рисуешь сначала блок-схему и понимаешь, как работает код, а потом по блок-схеме пишешь код. Я считаю, что нужно как можно больше практики. А без практики изучить программирование невозможно. Программирование это не теория, это программирование, это практика. И тратить больше времени. На мой взгляд, минимум 3-4 часа каждый день нужно, чтобы освоить какие-то технологии в нормальном объеме достаточно для того, чтобы найти работу. Я считаю, что если человек хочет, у него получится. То есть нужно вкладывать усилия, нужно стараться и добиваться своей цели. И тогда все получится. Время окупится с головой. Во-первых, окупится. Опять же, я считаю, что этим нужно заниматься, если это тебе нравится. Мне нравится. Если это не нравится, то ты нужно понимать, что потом ты будешь с этим работать и 8 часов в своей жизни каждый день на это убивать. Если это не приносит удовольствия, то я думаю, что этим не стоит заниматься. Разница в зарплатах. Скажем так, я ушел со своей работы на зарплату практически в 2 раза больше. В том же месте, где я. То есть я не переехал в Беерию, я остался здесь, а на зарплату практически в 2 раза больше. Я нашел работу в фулл-тайм. В очень хорошем месте, где кормят и уважают персонал. На самом деле, компания интересная. Мне очень понравился офис, понравилась команда, мне понравилось собеседование. Меня не мучили вопросами. Задавали вопросы интересные, технические. Ничего особенного. Если знаешь, то пройдешь. Я бы хотел сказать всем, что если вам нравится программирование, если вам нравится разработка, если вам нравится QA, учитесь, занимайтесь, вкладывайте в это силы, и у вас все получится. Работу найти можно. Работы много. Работы нереально много. Я бы рекомендовал эту школу, в принципе, и для QA, и, возможно, даже для разработчиков. Если вы хотите перейти в разработку, то Сергей – это тот мастер, который может вас научить явью. Всем желаю удачи. Увидимся в Слаке.